Итак, всем привет! Сегодня будет немного необычное вступление. Мы находимся в очередной раз в далеких дебрях Северо-Ярославской области и хотим посетить очередные заброшенные деревни. Вот в таком вот месте мы остановились. Будем сегодня тут спать. Сегодня был, наверное, самый жаркий день года. 35 градусов. Мы ходили в одну деревню, но смотреть там было нечего. Просто так прошли 10 километров. Наверное, один из самых наших никчемных и ужасных походов. Сейчас стоим, восстанавливаемся. И буквально в километрах пяти отсюда завтра утром пойдем в следующую деревню. Увидимся утром на пути в деревню. Надеюсь, мы пойдем туда не зря. Вот такой вот лес, который сейчас нам совсем не кажется в 30 градусов жары сказочным. С тысячами слепней вокруг. Пробираемся к очередной заброшенной деревне, которую я нашел на спутниковых снимках. Рядом есть еще одна деревня. Они находятся буквально в 500 метрах друг от друга. И мы совершенно ничего про них не знаем. В каком они состоянии и что нам удастся там найти. А пока что еще километр этой великолепной тракторной колеи посреди леса, и мы будем на месте. Только что вошли в первый дом. Написана зона таможенного контроля. Вот такой вот местный юмор был у жителей. Как вы видите, все заросшее. То есть явно сюда несколько лет уже не приезжают. Все постройки вокруг дома рушатся. Баня, сарай. Наличников на окнах нет. Давайте покажу вам, как выглядит этот дом снаружи. Вот такой вот простенький дом, но все еще покрашенный, без наличников. Вокруг летает миллион слепней. Давайте посмотрим, что осталось внутри дома. Мародеры здесь уже были. Внутри все попереворачивали, но все равно еще остались какие-то вещи, фотографии. Плитка. Календарик православный 2005 года. Опять же, деревня умерла у нас в 2000-е годы. Внутри все стандартно. И вот такая вот она комната. Как вы видите, вещи разбросаны, раскиданы. Но все равно еще есть на что посмотреть. Висят фотографии, какая-то мебель уцелела. Кровати. Стоят иконы. Смотрите, какая иконка. То есть люди, видимо, сами эти иконы создавали. Рядом стоит фотография. Какой-то коллектив. К сожалению, я как понимаю, ничего не подписано. Да. Еще одна фотография. А теперь давайте прервемся на небольшую паузу. Хочу сразу же вам рассказать, что в большей части этих домов, а может быть даже и во всех, жили бывшие военные. Настоящие герои СССР, прошедшие войну. В этом доме я обнаружу фотографию на серванте, где ветеран фотографируется со своей семьей. На следующем доме будет висеть табличка, что в доме проживает участник Великой Отечественной войны. А в последнем доме мы найдем множество удостоверений о наградах. Там жил самый неуязвимый воин, воевавший и с Германией, и с Японией. Но я не буду вам показывать его документы, говорить его имя. Думаю, ему это точно не нужно, как и его родственникам. Потому что по имени можно легко вычислить название деревни, где мы сейчас находимся. И не хочется, чтобы от меня туда пришли какие-то мародеры. Видимо, в этом тихом месте ветераны проводили свою старость, а может кто-то из них прожил тут и всю жизнь. Наверняка они здесь обсуждали былые подвиги и ужасы войны. Но в наши дни, скорее всего, никого из них в живых уже нет. И лишь парочку домов в деревне, скорее всего, используют охотники под свои нужды. И вот такие вот фотографии у нас остались на стенах. Люди, которые тут жили в прошлом. А может быть прожили тут до старости. Приборчик. Даже не знаю, что это такое. Радио. Радиочасы. Журналы. Еще одна фотография. Явно тут был сад-огород в прошлом. Смотрите. Семья, муж, жена. Не знаю, два брата. Родители. Чей-то ребенок. Лежит патрон. Лежит патрон. Гадкий утенок. Гадкий утенок и я. Журналы 2011 года. Журналы. Журналы. То есть, еще даже в 2011 году тут жили люди. Каждый кусочек металла. Каждый кусочек металла в этой деревне не было. Да и добраться им сюда весьма проблематично. Видели бы вы. Видели бы вы ту дорогу, по которой мы шли. Огурчики. Терминатор. Да придет спаситель. И вот опять же иконки. Календарик. 2001 года. И вот такое вот изображение. Опять иконки. Открытка. И вот так вот выглядит вся комната. Тут есть еще несколько домов деревни. Сейчас будем потихонечку к ним продвигаться. Посмотрим, что осталось в остальных домах. Как вы видите, мародеры все раскидали, разбросали. Но стекла все еще по-прежнему целые. Такая летняя веранда. Холодильник. Ладога 2М. Какая-то актриса Наталья Гвоздикова. Еще одна икона. Когда-то была, но отсюда достали практически все. Остался только Иисус. И вот у нас в уголке еще две фотографии. Опять же, каких-то прошлых жителей этого дома. Хотя, выйдя на улицу и идя по этой 2-метровой траве, вообще, очень тяжело представляется, что когда-то здесь жили люди несколькими поколениями. Итак, покинули этот дом. Идем в сторону следующих. Смотрите, где у нас проходят столбы. Кстати, до сих пор провода даже через них идут. Это, видимо, была улица деревни. И вот как раз вдоль этой улицы стоят дома. Все заросшее. От дороги мало что осталось. Вот такая вот колея тракторная, которая тоже уже очень сильно зарастает. Смотрите, какой большой дом. Шесть окон. Крыша крепкая. Какая-то табличка висит. И совершенно никаких дорог. Просто пробираемся через заросли. Дальше вижу таксофон. Еще один дом. Крыша в плохом состоянии. Вот у нас стоят бани. Все зарастает. Все совершенно никому не нужно. Мне кажется, даже при всем желании нет никаких условий ездить в эту деревню. Ужасная дорога. Колея. Грязь. И плюс наверняка каждый год мародеры что-то здесь грабят и выносят из дома. Рядом два огромных дерева. Скорее всего, в прошлом их посадили хозяева дома. Дверь нараспашку. Рядом еще два дома. Как вы видите, все соседи уехали отсюда. Но еще в 2015-м, как это неудивительно, тут жили люди. Смотрите. В этом доме проживает участник Великой Отечественной войны. Очередной дом, где когда-то жил ветеран. Такая картина внутри дома. Опять же, все раскидано, разбросано. Стоят телевизоры. Несколько телевизоров. Холодильник. Множество вещей раскидано. И вот сюда еще, смотрите, какой большой дом был. Ё-моё. Зеркала. Все зеркала мародеры постоянно оставляют целыми. Кукла. Привет, кукла. Я смотрю, тут случилось что-то недоброе. Люстра. До сих пор на месте. Все сейчас посмотрим поподробней. Ой, смотрите, фотографии. Опять же, фотографии почему-то никто не забрал. Еще каких-то, возможно, царских времен фотографии. Телевизор старинный годов 60-х. Такой мы уже находили несколько раз. Опять же, относительно новый счетчик. Возможно, деревню, конечно, отключили от электричества. Счетчики не горят. И вот уже более современные телевизоры. Не знаю, что это за телевизор. Это Роусон. Опять же, мне кажется, в недавнем времени продавался в магазинах. Ну что же, кукла. Всеми нелюбимая рубрика. Привет. Такая грустная. Я бы на ее месте тоже приуныл. Смотрите, швейная машинка. Елки-палки. Такая вся ржавая. Но опять же, если не украдена, видимо, никакой ценности не представляет. Скорее всего, сломана. Крутится. надо помогать. Ничего не смазано. Непонятно, как она называется. Смотрите, прям ретро. А, это, скорее всего, русская. По-моему, недавно мы такую находили. Какой-то пермский завод, если я не ошибаюсь. Фотография отсюда. Вот видишь, печка и вот эти обои. И бабушка с дедушкой сидят. А, да, смотрите, вот фотография перед печкой. То есть, вот на этом самом диване она и сделана. вот они со внуком. Вот здесь шторка другая висела. Внуку, видимо, этот дом не особо нужен. Да, в принципе, нету времени. Множество причин. Если бы нам такой дом достался, я думаю, мы и сами бы могли его посещать очень редко. В этом году часто нахожу такие календари. Уже третий календарь. И опять же другой рисунок. У них у всех разные рисунки. Здесь изображена шестерка или тройка на фоне березового леса. Такой мне еще не попадался. Фотография. Ленинград. И вот такие вот котики. И вот у нас стоит приемничек рекорд 311. Сверху пластиночка устанавливалась. И смотрите, здесь у нас фотографии, наклейки, не знаю, как правильно назвать, портреты каких-то, видимо, американских актрис годов 60-х, 70-х. Я никого из них не знаю. Это он. Вот то, что он может и есть очень большой участник Великой Отечественной. Ну да. Вот этот человек в старости и вот он в молодости. Кстати, книжечка лежит «Молитвенник» и календарик 2006 года. Жили, видимо, тут старые люди во всех этих домах и, скажем так, по естественным причинам оставили эти дома. На произвол судьбы. Смотрите, какая необычная люстра. Не знаю, покупная она или самодельная, но раньше мы подобных люстр не встречали. опять же, зачем мародеры все так раскидывают, не очень понятно. Вот такая рамочка с котиками. Котики покорители всех возрастов. Смотрите, сколько советских открыток здесь лежит. Уйма. Какого неинтересно года. латвийская ССР. Год, к сожалению, не указан. Удостоверение к медали ветеран труда. 15 марта 1983 года. Москалева Анна Петровна. Удостоверение к юбилейной медали 30 лет победы Великой Отечественной Войне. Москалева Анна Петровна. Смотрите, церковная книга. Царствие Небесное. Москва. Указание пути. Вступление. Так, явно здесь в этой деревне такое ощущение, что все были прям сильно верующими людьми. Все были старые уже. У всех церковные календарики, какие-то книжки религиозные есть. Может и мы к этому придем в старости. Смотрите, необычная открытка, никогда такой не видел. опять же Латвийская СССР. Фотографий тут нет, лишь только открытки. Тоже открытка. Любили люди открытки собирать в прошлом. Вот такая вот с Новым годом. Позитивненько. Кстати, я уже вижу фотографии. Открытка с оленем. Показываю, потому что возможно таких открыток больше вы нигде не увидите, и как и я. Может кому-то это, конечно, не интересно, но так сказать возможно мы видим все это в последний раз. Так, что у нас тут? Чья-то свадьба. Все в костюмчиках. Опять же свадьба. Да ни чьей-то далекой молодости. Иосиф Сталин. Фотографий на самом деле очень много. Вот опять же смотрите какой-то женский коллектив. Работа, учеба. Непонятно. у кого-то в деревенском доме сфотографировано. Опять же возможно где-то в этой деревне. Сейчас можно только догадываться. Очень странная фотография. Кто-то выпрыгнул из кустов. Опять же армия. Армия. Войсковая часть 19 893 79 год. Бабушка. Внук. Все весьма стандартно. Чьи-то веселые денечки, которые уже явно в эту деревню не вернутся никогда. Люди у крыльца сидят. я думаю если будем каждую фотографию смотреть многим это надоест. Очень много фотографий осталось здесь. Я думаю общую суть вы поняли. жизнь 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 когда-то тут кипела в отличие от сегодняшнего дня. Олеся нашла странный фото альбом написано фотографии карты к учебнику природоведения 68 года. Видимо в отсутствии какого-то нормального альбома кто-то решил эти карты переделать в альбом для фотографий. Причем здесь карты-то остались. Опять же старые фотографии жительниц этой деревни. Вот опять же смотрите все сделано в деревне. вот собственно и все. Такой вот необычный мини-альбом для фотографий. Опять же какой-то коллектив Ярославская школа управления сельским хозяйством 83 год. И вот еще одна фотография Живи учись и работай по-ленински 1969 год тире 70 учебный год фотографии из деревенской местной школы все в галстучках сын владельца дома и вот Олеся говорит что это он то есть учился где-то рядом в деревенской школе вот опять же он а это был его класс что с этими ребятами непонятно кстати написано Болонинская начальная школа книга это видимо пародия на Буратино по-другому я это назвать не могу приключения деревянной куклы и даже один персонаж очень похож на Буратино второй носом тоже похож третий похож на Буратино узбека не я не против узбекских Буратин но это вот ты никогда бы даже об этом не догадался и не представил если бы не увидел это из этой серии а это книга из Ташкента тогда все понятно 1993 год в Ташкенте решили создать своего Буратино а потом прислать эту книгу в Россию ну что же мы выбрались из большого дома там действительно много чего осталось но каждую фотографию каждый документ рассматривать не будем я думаю это многим не интересно наличников в деревне нет возможно их уже сняли а может их и не было никогда потому что частенько оказывается еще в деревнях снимают наличники мародеры опять же смотрите было закрыто на замок гвоздь выдернут дом вскрыли давайте посмотрим что осталось здесь крыша в доме вроде как держится крепко ничего не течет внутри опять же все раскидано разбросано но вещей в этом доме явно поменьше висит календарь 2009 года возможно из этого дома люди уехали целенаправленно никаких фотографий не вижу иконка магистрал что за магистрал непонятно еще один церковный календарик вот собственно и все что тут осталось во второй комнате пустота стоит телевизор gold star опять же точно такой же счетчик как и во всех других домах даже какая-то посуда в серванте уцелела но вроде как в доме ничего интересного нет пойдемте посмотрим что находится в следующих домах рядом находится еще один дом двор уже рухнул сейчас заглянем посмотрим что в этой части которая все еще держится осталось наличники необычные хоть они и небольшие но необычные смотрите где было крыльцо нет захода в дом господи и так тут у нас конечно ситуация наипечальнейшая как мы видим смотреть совершенно не на что дом пустой частично разобранный итак подходим к таксофону посмотрим есть ли тут сигнал а таксофона то у нас и нет опять же непонятно зачем мародерам нужен таксофон и вот еще пара домиков которые остались в деревне как вы видите ни дороги ничего нет все намертво заросшее вот такая вот картина и по-моему где-то рядом с этим домом Олеся взяла фотографию сфотографировались жители этой деревни в прошлом потому что по-моему здесь единственное подобное крыльцо в этой деревне у дома заколочены окна дальше еще есть дом давайте сначала заглянем сюда видимо отсюда уезжали целенаправленно пытались законсервировать свой дом вот такие вот скромненькие наличники крылечко весь вход в дом зарос крапивой скорее всего внутри конечно пустота но проверить явно стоит здесь не то что пустота здесь замок то есть до сих пор видимо кто-то навещает свой дом как это ни странно так ребят мы нашли место с фотографией дом к сожалению заперт окна заколочены кто-то явно не хочет чтобы сюда ходили чужие люди и вот это место мы нашли на старой фотографии в одном из предыдущих домов смотрите как все это выглядит то есть тут был еще один сарай или баня ее сейчас нет и следа не осталось вот слева сарай в данный момент выглядит вот так вот тоже уже практически упал был заборчик раньше и вот так вот выглядело крыльцо в данный момент оно выглядит вот так вот уже не такое ярко-желтое какой-то ящик там висел возможно почтовый все подстрижено вокруг но сейчас двухметровая трава как вы видите со всех сторон и вот такой вот следующий домик забор все еще целый такое ощущение что сюда тоже все еще могут приезжать лежат дрова еще один домик дальше заросший от дороги просто и следа не осталось в этой деревне давайте попробуем но выглядит все очень хорошо возможно сюда иногда все еще кто-то возвращается вот такая вот калиточка красивая будка да уже видно что висит замок итак ребят и последние два дома в деревне смотрите раньше тут проходила дорога в низинке ничего кроме крыш пока что не видно непонятно в каком они состоянии находятся в зарослях просто в неимоверных дебрях дорога то есть этот обрыв уходит куда-то дальше давайте посмотрим провода кстати к дому подходят наличников нету но окна по-прежнему целые никакого замка пока что не видно да дом полностью открытый вот такая вот ситуация внутри стол смотрите маленькое зеркало сразу же на входе все двери на распашку никаких замков старый сервант дверь дверь во двор дверь во двор достаточно чисто даже вижу там фотографии еще остались в таком-то заросшем доме со всеми открытыми дверями тут неплохо но видно крыша потихонечку видимо начинает протекать необычные окна полукругом сделаны аркой как говорит Олесе вот смотрите какая-то карикатура и вот фотографии она такая размытая такая непонятная фотография не очень получилось но жители почему-то решили ее оставить может на нее еще натекло нет или может она такая была да может и натекло кто ее знает где-то в городе Око Бюракана Ашот Арзуманян 1970 год столетие со дня рождения Ленина в честь столетия со дня рождения Ленина какой-то директор в 1970 году подарил книгу видимо работнику а может и не одному я думаю работнику опять же смотрите фотографии на стене в рамке никто их не забрал то есть прямо полная деревня фотографий которые никому не нужны почему-то вот вот видимо жители этого дома в прошлом со своей собакой и так ребят смотрите здесь еще сохранились удостоверения в этом доме этого человека который тут жил у него было множество наград союз советских социалистических республик это видимо удостоверение к медали за победу над Японией я такого никогда не видел за участие в героическом штурме и освобождении Варшавы за участие в Великой Отечественной войне вы смотрите сколько здесь удостоверений ну это юбилейные все ну не важно посмотрите сколько у него наград советских вот так вот родился и умер герой СССР в этом скромном домике и сейчас тут только гробовая тишина вот так вот выглядит домик ветерана где я только что был там все его документы до сих пор лежат в доме несмотря на то что он умер в далеком 85 году а напротив стоит небольшой скромный домик с двумя окошками даже не вполне очевидно где тут раньше было крыльцо вот и оно от крыльца совершенно ничего не осталось дверь выбита сейчас заглянем что там внутри внутри дома вот такой вот ужас полы сняты видно там еще газовая плита на кухне стоит лежит стол то есть в доме совершенно ничего интересного не осталось рядом с этой деревней буквально в 500 метрах вот у нас деревня где мы только что были и сразу же в 500 метрах есть следующая деревня я до туда пролетел на квадрокоптере посмотрел что там происходит и вроде как эта деревня тоже заброшена в каком состоянии там дома естественно сверху непонятно сейчас подойдем посмотрим рядом также я видел площадку для охотников то есть скорее всего дом который заперт на замок облюбовали охотники как свою базу вряд ли хозяева до сих пор в него возвращаются ну что же идем в следующую деревню посмотрим что осталось от нее смотрите на подступах к деревне стоит прицеп зимний в нем бочка то есть охотники видимо явно облюбовали это место и вот так вот доставляли что-то зимой к своим владениям там шкура чьи это шкуры лося в бочке не знаю может это какая-то приманка которую они ставят на поле я если честно не знаю что это если вы знаете что за бочка с решеткой со шкурами лося и для чего это надо пишите в комментариях вот такие вот домики видно что все они находятся уже весьма плачевном состоянии видимо тут раньше проходила дорога от которой не осталось и следа сейчас дойдем до последнего домика начнем осмотр с него и будем потихонечку возвращаться домик крыша уже к сожалению рухнула но из удивительного что тут есть номерок и очень даже несовременный домик номер 13 то есть в деревне раньше было 13 домов даже больше наверное там уже стоит 14 может быть еще больше их было сейчас остается только догадываться в этом доме уже рухнул потолок но он нам подарил информацию что деревня была большая но сейчас она является полностью вымершей смотрите столбы уже отрезаны от электричества то есть идут без проводов вот так вот выглядят немногочисленные уцелевшие домики окна частично заколочены может когда-то дом пытались спасти от мародеров крыша выглядит неплохо дальше дом с наличниками но крыша у него выглядит намного намного хуже двери нет входим в первый дом в этой деревне рамки от икон видимо тележка хотя бы пол на месте это уже радует что дома полностью не разобраны первая комната старый деревенский диван вторая комната очень пусто видны рамки из-под фотографий то есть видимо из домов забрали все что могли лото бинго явно никакого бинго в этой деревне не произошло следующий дом окно выбито двор уже практически рухнул уцелели наличники когда-то видимо был красивый дом смотрите какая паутина явно сюда давно уже никто не ходил ступеньки сильно прогнили лезь иди справа вот вот такая тут крыша еле держится и конечно же очень грустное зрелище внутри к сожалению потолок уже рухнул вот так вот выглядит следующий дом долго задерживаться на этих домах не будем потому что внутри ничего не уцелело просто вам показываю для общего сведения сколько домов деревни как они выглядели какие-то провода даже до сих пор подходят но при этом полная разруха я думаю вы поняли что осталось от второй деревни вот так вот тут выглядят дома и лишь каким-то чудом уцелела фотография вот этой пары посреди всего этого ужаса надеюсь вам было вместе с нами сегодня интересно посетить эти дальние уголки потому что я думаю кроме меня сюда больше никто никогда не сходит и на этом все я думаю настало время выбираться отсюда увидимся в следующих заброшенных местах до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok